С 2012 года в Чувашии реализуется программа «Доступная среда». В ее рамках особое внимание уделяется адаптации социально значимых объектов под нужды детей с ограниченными возможностями. Что уже сделано, а что еще предстоит, покажет мониторинг общеобразовательных учреждений. Наша съемочная группа побывала в одной из таких школ. Для 11-летнего Миши Терентьева получение знаний в школе и живое общение со сверстниками уже давно не проблема. В 59-й школе для него созданы все условия. Это образовательное учреждение стало первым, в котором стали реализовывать программу «Доступная среда». Специальные поручни и ручки, расширенные дверные проемы, оборудованные санузлы. Весь первый этаж полностью готов к тому, чтобы ребенок мог передвигаться без посторонней помощи. В некоторых организациях мы приходим и не везде можем пройти. Здесь проблем таких нету. И везде пандусы. Очень комфортно. За нами приезжает учитель. Нам все помогает. Я только сопровождаю ребенка и получаю удовольствие. Смотрю, как ребенок радуется. Практически полтора года Миша учится по особой программе на дому. Учителя проводят занятия дистанционно с помощью специальных программ. А в школе совместно выполняют различные лабораторные работы. Думаю, занимаюсь каждый день. Учусь. По скайпу учиться очень интересно, познавательно. Мы проходим разные интересные темы. Меня здесь всегда встречают одноклассники. Я очень рад. Я хочу встать на ноги и опять учиться здесь, в школе, своими ногами. Всего в школе учатся 23 ребенка с ограниченными возможностями. 10 из них передвигаются в колясках. Сегодня безбарьерная среда создана в 66 школах республики. В этом году адаптируется еще 31 учебное заведение. Нужно сказать, что здесь, кроме общеобразовательных организаций, уже включаются в этот процесс учреждения дошкольного образования, учреждения дополнительного образования детей. Очень важно, чтобы дети у нас чувствовали внимание, для них была создана доступная среда именно уже с младенческого возраста. То есть, буквально, когда они придут, нам детские сады. Результаты республиканского мониторинга будут подведены буквально через неделю. Наблюдение позволит увидеть действие программы в реальности и скорректировать ее в случае необходимости. Наверное, нет необходимости все школы оборудовать, потому что это накладно. А вот то, что будут школы именно предназначены для детей с ограниченными возможностями, в этом уверенность есть. В таких условиях особенные дети лучше учатся, лучше развиваются. Образование действительно становится доступным. И это одна из главных целей программы. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.